Мини-музеи, которые работают в ЦБС, привлекают внимание читателей и посетителей. Такие экспозиции, безусловно, расширяют кругозор северян и делают наш повседневный поход библиотеки еще интереснее и познавательнее. Мини-музей «История книги» открыт для североморцев уже давно, в 2008 году. Здесь каждый почерпнет для себя много нового, но, что особенно приятно, любой желающий может принести свой интересный экземпляр для экспозиции. Среди наших читателей есть и дарители, и они пополняют фонды нашего мини-музея. Они подарили книги-сувениры. Очень необычным сувениром является читающая сова или печатная машинка. Но мне всего больше нравится вот этот маленький-маленький экспонат, серьга в форме книги. Экспозиция постоянно пополняется интересными экземплярами, поэтому посетителей у мини-музея много. Среди наших экспонатов есть довольно-таки редкие. Конечно, их не так много, но их нам подарили жители нашего города. Бывший глава ЗАТО Североморск Абрамов Александр Павлович и директор Североморской библиотечной системы Ефименко Ольга Анатольевна. Очень любопытной экспозицией у нас являются книги малого формата или, как их еще называют, мини-книги. Если вас заинтересовала идея или у вас имеются собственные эксклюзивные вещи, которые могли бы украсить выставку уникального мини-музея, приходите. Библиотека будет рада принять на временное хранение ваши экспонаты. Сохранность гарантируется. А если вы располагаете в семейном архиве старинными открытками, знайте, они также могут стать частью интересной новогодней выставки. Новый год – праздник домашний, семейный. И старинные открытки, как маленькие машины времени, отправляют нас в далекое прошлое, в наше прекрасное детство. Предоставленные североморцами старинные открытки станут отличным дополнением волшебной выставки. А все пришедшие 23 декабря на ее открытие наверняка зарядятся новогодним настроением. Зима, особенно на севере, да еще в период полярной ночи, заставляет нас всерьез задуматься о сохранении нашего здоровья. А как мы можем помочь себе сами, кроме похода в аптеку, знают немногие. Наши бабушки передают из поколения в поколение секреты того, как правильно использовать лесные травы, шишки и ягоды. В каждой семье хранятся такие рецепты, но их наверняка немного. Именно поэтому специалисты Североморской детской библиотеки номер один реализовали идею создания мини-музея «Целебные силы природы» на базе учреждения. Трудились над созданием экспозиции все, но основную часть работы, конечно, взяла на себя художник библиотеки Надежда Баскакова. Войдя в зал, вы не поверите своим глазам. В Зору открывается настоящая поляна самых разнообразных трав и растений, которые при правильном их использовании, заваривании или настое подарят энергию, силу и вылечат от многих недугов. Пройдясь по мини-музее и внимательно изучив все экспонаты, вы получите неоценимый багаж знаний. И сможете в домашних условиях сварить ароматное и полезное варенье, заварить целебный травяной чай или сделать настой и многие другие уникальные напитки и десерты. Мы стараемся вот такими, может быть, не совсем библиотечными формами разнообразить нашу работу и привлекать к нам читателей дополнительно. Но почему именно этот в этом году? Ну потому что год экологии, год завершающий. В этом году, я не знаю, как другие учреждения, но мне кажется, учреждения культуры эту нишу заполнили как надо. Потому что все знают наш экологический конкурс, который проводила Центральная городская завершающий аккорд сегодня, наш мини-музей целебной силы природы. Ну, конечно, очень хотелось. Хотелось здесь показать и травы наши северные, и гербарии, которые есть не только у нас на севере, а вообще в России. Показать какие-то предметы, с помощью которых можно и растолочь, и приготовить настой, и отвары, какие-то травы приготовить в определенной консистенции. Рецептов много не бывает. Поэтому поделитесь своими семейными секретами народных лекарств. Их можно оставить в специальной книге в библиотеке или написать на сайт учреждения. Продолжение следует...